Привет, друзья! С вами Белогрица Дмитрий и сегодня, так сказать, по просьбе трудящихся, я решил сделать серию уроков по видеомонтажу и показать, какими инструментами я пользуюсь. То есть, давайте посмотрим. Если вы новичок или начинающий, так сказать, в области видеомонтажа и создания интересных презентаций, или хотите сделать что-то красивое со своими фотографиями или видеозаписи, то вам, скорее всего, понадобится несколько инструментов. Сейчас я расскажу о каждом из них, скажу их преимущества и также какие-то недостатки, которые у них есть. Итак, для редактирования того же видео вам понадобятся следующие инструменты. Это Sony Vegas Pro, потом Products Pro Show Producer, Virtual Dab и Magic Particles 3D. Для чего все это нужно? Во-первых, Sony Vegas Pro предназначен для действительно профессионального монтажа. Даже вот тот ролик, который вы смотрите сейчас, он сделан вот в Sony Vegas Pro. То есть, какие же преимущества перед другими аналогичными программами? Такими как Pinnacle, от PowerDVD, по-моему, есть тоже программа. Потом вот, тут у меня тоже установлены некоторые другие программы. В общем, если сравнивать с Pinnacle, многие его рекомендуют. Во-первых, у нее два, я бы сказал, ключевых преимущества перед Pinnacle, которые просто, ну, по моему мнению, очень, так скажем, весомые. Во-первых, программа очень мало весит. То есть, если вы будете ставить Pinnacle со всеми там эффектами и прочими дополнениями, он у вас там может весить больше 40 гигабайт. Vegas Pro, он же всего лишь 200 метров где-то будет весить. Потом, при работе в Pinnacle или в других аналогичных программах, которых тоже очень много, там идут постоянные просчеты. Если у вас, не знаю, крепкие нервы, можете, конечно, пользоваться этим. Но, не знаю, меня это, честно говоря, выводит из себя. То есть, особенно, если у вас слабое железо, вот я, допустим, на таком стареньком ноутбуке работаю, то здесь уже не вариант. То есть, там вот идет какое-то изменение, Pinnacle запускает опять свой этот просчет и начинаются сплошные тормоза. Здесь же в Vegas такого нет. Потом следующее. ProShow Producer. Это тоже очень интересная программа. В следующих видео я подробнее, так скажем, рассмотрю. Попробуем сделать такие небольшие видеоролики. Покажу для новичков основные инструменты, которые необходимы. То есть, чтобы вам никуда-то не лазить в поиски, не искать, мы разберем самое основное. Вы все поймете и все будет в дальнейшем зависеть от вашей фантазии и цели. В общем, ProShow Producer предназначен для создания действительно профессиональных презентаций. Также там можно делать видеоролики. Ну, допустим, на моем канале несколько именно видео сделаны полностью ProShow Producer. Там, по-моему, поздравление тещи я делал, когда провод рвал. То есть, это все сделано ProShow Producer. Еще там что-то есть. Вот. Очень классная программа, я бы сказал, просто золотая. Отличная. Я думаю, что многим она понравится. Итак, пойдем дальше. VirtualDav. Что это за программа? Это тоже предназначенная для редактирования видео, но она, в принципе, нужна для того... Сейчас я вкратце попытаюсь объяснить. Если у вас какой-то большой файл, или вы хотите вырезать кусок из какого-то фильма, вставить свой клип, то я думаю, что VirtualDav будет более чем идеально в этом варианте. Почему? Если будете пользоваться другими программами, такими как Sony Vegas или еще какими-то редакторами, при вставлении туда вашего фильма, огромного, и поиска нужного, так скажем, фрагмента, уйдет очень много времени. Во-первых, опять начнется какой-то просчет. То есть, изначально нужно, конечно, добавлять туда в буфер этой программе ваш фильм. VirtualDav же напрямую работает с этим видеофайлом. И вот этот ваш кусочек, она просто возьмет, бах, вырежет, и там можно настраивать без всякой кодировки, в том же формате, сохранит то, что вам необходимо. Итак, тоже мы коснемся ее попозже, покажу, как ей пользоваться. Потом, следующий и конечный инструмент, которым я пользуюсь, это Magic Particles 3D. Это очень интересный инструмент, пока он развивается, но он предназначен для создания именно, так скажем, уникальных футажей, которые вам тоже, я думаю, будут необходимы. То есть, там действительно можно делать уникальные вещи. Молодцы разработчики, что сделали такую программу. Тоже мы ее коснемся и посмотрим. Итак, скачать данные программы можно на root-трекере. Я, по крайней мере, убрал их отсюда. Вот, я сейчас покажу вам. Ссылочки я под видео сохраню. Можете здесь зарегистрироваться и скачать. То есть, для этого нужно просто нажать на кнопку «Скачать». И скачается, в общем, торрент-файл. Его с помощью программы нужной открываем. Вот, я использую программу mTorrents. Вот, и сохраняем нужное место. Также, продакт с паршоу-продюсера отсюда можно взять. Устанавливается очень просто. Здесь уже есть как сам дистрибутив, так же уже и люди сделали готовые батники. То есть, мы нажимаем на бат-файл. И в тихом режиме все у нас устанавливается. В общем, там есть инструкция. Я думаю, что вы разберетесь. Ну, вот, собственно, и все инструменты, которыми я пользуюсь. Это, можно сказать, видео-анонс. И каждую программу в отдельности я чуть позже рассмотрю. И покажу основные инструменты, чтобы у вас не было вопросов. И вы уже, так скажем, в том направлении, в своем двигались. Вот и все. С вами был Беларусь Дмитрий. Смотрите следующие мои уроки. Всем спасибо, всем пока. Sony Vegas Pro. То есть, какие же преимущества перед другими аналогичными программами? Такими как Pinnacle, там от PowerDVD, по-моему, есть тоже программа. Потом вот, тут у меня тоже установлены некоторые другие программы. В общем, если сравнивать с Pinnacle, многие его рекомендуют. Во-первых, у нее два, я бы сказал, ключевых преимущества перед Pinnacle, которые просто, ну, по моему мнению, очень, так скажем, весомые. Во-первых, программа очень мало весит. То есть, если вы будете ставить Pinnacle со всеми там эффектами и прочими дополнениями, он у вас там может весить больше 40 гигабайт. Vegas Pro, он же всего лишь 200 метров где-то будет весить. Потом, при работе в Pinnacle или в других аналогичных программах, ну, которых тоже очень много, там идут постоянные просчеты. Если у вас, не знаю, крепкие нервы, можете, конечно, пользоваться этим. Но, не знаю, меня это, честно говоря, выводит из себя. То есть, особенно если у вас слабое железо, хранит то, что вам необходимо. Итак, тоже мы коснемся ее попозже, покажу, как ей пользоваться. Потом, следующий и конечный, наверное, инструмент, которым я пользуюсь, это Magic Particles 3D. Это очень интересный инструмент. Пока он развивается, но он предназначен для создания именно, так скажем, уникальных футажей, которые вам тоже, я думаю, будут необходимы. То есть, там действительно можно делать уникальные вещи. Молодцы разработчики, что сделали такую программу. Тоже мы ее коснемся и посмотрим. Итак, скачать данные программы можно на Root Tracker. Я, по крайней мере, убрал их отсюда. Вот, я сейчас покажу вам. Ссылочки я под видео сохраню. Можете здесь зарегистрироваться и скачать. То есть, для этого нужно просто нажать на кнопку скачать и скачается, в общем, торрент файл. Его с помощью, ну, программы нужны, открываем. Вот я, допустим, на таком стареньком ноутбуке работаю, то здесь уже не вариант. То есть, там отойдет какое-то изменение. Пинакл запускает опять свой этот просчет и начинаются сплошные тормоза. Здесь же в Вегасе такого нет. Потом следующее. Прошел продюсер. Это тоже очень интересная программа. В следующих видео я подробнее, так скажем, рассмотрю. Попробуем сделать такие небольшие видеоролики. Покажу для новичков основные инструменты, которые необходимы. То есть, чтобы вам никуда-то не лазить в поиски, не искать, мы разберем самое основное, вы все поймете и все будет в дальнейшем зависеть от вашей фантазии и цели. В общем, прошел продюсер предназначен для создания действительно профессиональных презентаций. Также там можно делать видеоролики. Ну, допустим, на моем канале несколько именно видео сделано полностью про шоу-продюсер. Там, по-моему, поздравление тещи я делал, когда провод рвал. То есть, это все сделано про шоу-продюсер. Еще там что-то есть. Вот. Очень классная программа, я бы сказал, просто золотая. Отличная. Я думаю, что многим она понравится. Итак, пойдем дальше. Virtual Dab. Что это за программа? Это тоже предназначенное для редактирования видео, но она, в принципе, нужна для того... Сейчас я вкратце попытаюсь объяснить. Если у вас какой-то большой файл, или вы хотите вырезать кусок из какого-то фильма, вставить свой клип, то я думаю, что Virtual Dab будет более чем идеально в этом варианте. Почему? Если будете пользоваться другими программами, такими как Sony Vegas или еще какими-то редакторами, при вставлении туда вашего фильма, огромного, и поиска нужного, так скажем, фрагмента, уйдет очень много времени. Во-первых, опять начнется какой-то просчет. То есть, изначально нужно, конечно, добавлять туда в буфер этой программе ваш фильм. Virtual Dab же напрямую работает с этим видеофайлом, и вот этот ваш кусочек, она просто возьмет, бах, вырежет, и там можно настраивать без всякой кодировки, в том же формате. Привет, друзья! С вами Белогреца Дмитрий, и сегодня, так сказать, по просьбе трудящихся, я решил сделать серию уроков по видеомонтажу и показать, какими инструментами я пользуюсь. То есть, давайте посмотрим. Если вы новичок или начинающий, так сказать, в области видеомонтажа и создания интересных презентаций, или хотите сделать что-то красивое со своими фотографиями или видеозаписи, то вам, скорее всего, понадобится несколько инструментов. Сейчас я расскажу о каждом из них, скажу их преимущества и также какие-то недостатки, которые у них есть. Итак, для редактирования того же видео вам понадобятся следующие инструменты. Это Sony Vegas Pro, потом Products Pro Show Producer, Virtual Dab и Magic Particles 3D. Для чего все это нужно? Во-первых, Sony Vegas Pro предназначен для действительно профессионального монтажа. Даже вот тот ролик, который вы смотрите сейчас, он сделан вот...